Я, безусловно, всегда испытывал неподдельный интерес к профессии дирижера, и она меня всегда захватывала энергетикой, наверное, тем посылом, который на моих глазах пытались привнести в оркестр многие, причем очень известные дирижеры, и которые действительно… Вообще профессия дирижера – это профессия личности, и вот сколько я не будучи музыкантом, инструменталистом, сколько я не сидел в оркестре, вот для меня самое интересное – это было посмотреть, как дирижер завоевывает оркестр. Когда ты не копируешь, а стараешься найти свою индивидуальность, то, безусловно, любой дирижер, он достоин того, чтобы восприниматься и хотя бы анализироваться как личность. Я не поддерживаю, знаете, такой тоталитарный и диктаторский стиль общения между дирижером и оркестром, но я поддерживаю достаточно жесткий стиль общения, поскольку я прошел достаточно трудный путь, и мне… вот я шел один, мне никто не помогал. И я знаю, как это… я знаю цену всему. И, наверное, вот это заставляет меня в какой-то момент слишком быть, наверное, жестким в каких-то… особенно это в молодежном оркестре, потому что дезорганизация от двух музыкантов, она может разрушить весь коллектив. Вы, ко всему прочему, не только главный дирижер, но еще и художественный руководитель юношеского симфонического оркестра. Отсюда вопрос. А в чем, в принципе, роль худрука оркестра и какие творческие и, может быть, управленческие задачи он должен решать? Художественный руководитель должен, на мой взгляд, олицетворять собой направление, видение этого направления, видение развития коллектива, видение художественного совершенства коллектива. наверное, те возможности, при помощи которых этот оркестр может еще больше открыть себя. Будь то солисты, будь то дирижеры, будь то там концертные какие-то туры. Безусловно, это лидер, который определяет и задает вектор развития своего коллектива. этого идея. Но сегодняшний день он говорит о том, что художественный руководитель, он в силу определенных причин, он все равно соприкасается с тем, что, так сказать, сопровождает и организационную составляющую, и какие-то бытовые проблемы тех же музыкантов. По сути, это человек, который в своем лице объединяет и решает, и помогает решать проблемы и всего коллектива, и всех музыкантов в частности. Сегодняшний день он диктует те условия, при которых тебе никто никогда ничего не принесет и никогда тебе ничего не даст. Поэтому, если ты хочешь продлить жизнь своему коллективу, то ты вынужден заниматься, и ты это должен не воспринимать как, я еще этим занимаюсь, а почему я этим вообще должен заниматься? Я творец. Понимаете? Ну и тогда завтра не будет твоего коллектива. И уже очень много у нас примеров было с большими коллективами, которые распались, к сожалению. Потому что все творцы, и никто не хочет с ней сходить до этого. Но пока мы живем в реале сегодняшнего дня, и если ты болен коллективом, и если ты болеешь за коллективом, то ты обязан этим заниматься. Вот это моя позиция. Спасибо. 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 Спасибо.